Хорошо, сегодня собрались, конечно же, избранные, поэтому на нашей презентации всегда собираются обычно все люди, потому что всем интересна тема денег, да, но когда уже деньги есть, и когда-либо, когда мы идем к этому пути, нам очень важна тема здоровья, скажу вам честно, потому что без здоровья никакие деньги вас прежде всего не спасут, и, как говорится, без здоровья далеко вы не уйдете, вот. Да и вообще, зачем деньги иметь, когда нету здоровья, да, друзья мои, поэтому здоровье – это чудеснейший ресурс, так же, как деньги, вот деньги – ресурс, да, сейчас мы в них верим, мы играем в эту игру, деньги у нас ресурс, и благодаря денежным потокам они у нас есть, так же у нас ресурс – наше здоровье. Очень часто есть большое очень заблуждение, оно в том, что с самого как бы молодости мы вообще никакого как бы никакого внимания, либо очень мало уделяем нашему здоровью. И вот это очень важный момент. Сегодня у нас тема здоровья, с деньгами мы вчера разобрались, есть запись сверху, кому интересна тема денег, пожалуйста, вот переходите по записи в закрепе и, как говорится, смотрите. Сейчас мы говорим про здоровье, потому что мы не просто развиваемся здесь, мы развиваемся в разных направлениях. Вот, Евгения у нас проводит йогу, дальше сегодня вот у нас встреча по здоровью, встреча по деньгам, соответственно, у нас была вчера и завтра будет, то есть и так далее. Мы постоянно чередуем наши темы, чтобы помогать развивать как бы духовно, да. В записи люди могут посмотреть, скорее всего, только будут в Академии гармоничного человека, где мы с Сергеем ведем, как говорится, обучение. Вот, поэтому, друзья мои, вы счастливчики, что здесь сейчас присоединились в онлайне, и у вас имеется возможность, как говорится, всю эту информацию записывать. Поэтому, друзья, те, у кого есть листочек, бумага, блокнот, записная книжка, обязательно возьмите ее, потому что буду делиться опытом своей жизни, буду делиться лайфхаками, вот, которые позволяют иметь довольно стабильный уровень здоровья при большой интенсивности. Вот, поэтому сейчас прошу вас выключить свои микрофоны, по концовке я задам, как бы, дам вам возможность где-то задать вопрос по теме, вот, поэтому проверьте все свои микрофоны, они должны быть перечеркнуты, вот, для того, чтобы не фонило и не сбивало меня с мыслей, а это в ваших интересах сегодня. Вот, поэтому проверяйте микрофончик, либо мне придется у многих микрофон выключать, не заставляйте меня это делать. Хорошо, спасибо вам большое, и начинаем, как говорится. Почему тема здоровья для меня, как для человека, она близка? По одной простой причине, потому что с этой темой я столкнулся с самого детства, вот, я столкнулся с системным подходом к здоровью, и благодаря этому у меня с самого детства были очень большие проблемы. Вот, как говорится, мои родители, как бы, обычные системные советские люди, и, как говорится, как любой родитель ведет своего ребенка больного в больницу с желанием, что? Правильно, помощи, да, потому что в этом вопросе мы безграмотные, и идем к профессионалу, который мы думаем, что этот профессионал поможет нам, как бы, вылечить ребенка, да? Так вот, в моем случае это было не так. В моем случае было следующим образом. В какой-то момент я заболел хроническим бронхитом, потом меня закололи антибиотиками, то есть все это началось в возрасте 4 года где-то, потом меня закололи антибиотиками за несколько лет, так добили мое здоровье, что это уже перерастало в хроническую астму. И, слава богу, что в тот момент, как бы, на жизненном пути моей матери встретился, как бы, человек, который дал, это еще было советское время, 80-е годы, дал, как говорится, направление движения правильно, да? Потому что если она бы продолжила двигаться по тому же самому направлению, по которому она шла, то я был бы астматик на всю свою жизнь, представляете, да? А наша медицина говорит следующим образом, то есть хроническое заболевание – это уже все, это уже, как бы, заболевание, с которым вы на данный момент, как бы, будете жить всю жизнь. Но это не так, это абсолютная ложь, я бы скажу вам честно. И это я проверил на своем жизненном опыте. У меня нет медицинского образования, у меня есть богатый образ, как бы, богатый жизненный опыт на своем личном теле. Вот что только я с ним не делал, поэтому я могу вам поделиться лайфхаками, вот, но не для того, чтобы вы завтра пошли это сделать, а для того, чтобы хотя бы у вас какое-то общее видение, как бы, и что самая цель, которую я сейчас оставлю перед моим, как бы, погружением в тему, чтобы вы сами взяли ответственность на себя за свое здоровье. Никто, ни дядя, ни тетя, ни тетя-врач, ни дядя, там, хирург и так далее, они вам не помогут. Если будут помогать, будут помогать системно, то есть не так, как выгодно вам, вашему здоровью для продления вашей жизни, а так, как, в общем, положено и принято в системе. А мы понимаем, что в системе сейчас очень часто положено и принято так, как выгодно самой системе, да, понимаете, да? То поэтому на данный момент, если вы надеетесь на, ну, систему здравоохранения, она очень хорошо работает в экстремальных случаях, то есть это не отложка, да, как говорится, да. В этот момент, да, вопросов нету по реаниматологии, это все шикарно и круто работает. Но с точки зрения профилактики, с точки зрения диетологии, с точки зрения образа жизни, образа, если глубоко копать уже в психологии, образа мыслей, и система абсолютно работает в том направлении, чтобы человек, а ведь это невыгодно, чтобы человек долго жил, чтобы человек четко дожил до пенсии, выработал свой ресурс и ушел, как говорится, в мир иной, как говорится, и тем самым огромная экономия нашему пенсионному фонду, и причем неважно, в какой стране вы находитесь, картина везде практически одинаковая. Кое-где есть какие-то нюансы, но в общем, в общем, тренд одинаковый. Поэтому на данный момент с самого детства тема здоровья для меня была очень важная, поэтому с четырех лет я прошел все. Где-то даже операционный стол был, где-то были какие-то процедуры, ну, короче, я прошел все, все, что можно было практически пройти, вот, маленькому ребенку, я испытал это все на своем теле. Поэтому я к теме здоровья отношусь очень, как бы, трепетно, потому что понимая, что это огромнейший ресурс, это энергия прежде всего. То есть здоровое тело, здоровое тело вырабатывает энергию у вас. А вот эту энергию вы уже можете направить на ваше любимое дело, направить на ваше личное развитие, еще куда-то направить, да? Так вот, если у вас нету этой энергии, вы не сможете никуда направлять. Да, главное, чтобы, не знаю, хватило заработать какую-то копеечку для того, чтобы хватило там оплатить ипотеку и протянуть еще немножко до зарплаты, да? И свалиться после работы нелюбимой на диван, залиться пивом, как говорится, и все, день забыт, как говорится, да, жизнь не удалась, да? И так живут 80% наших соотечественников, и не только, в принципе, многие на планете Земля не могут найти себя. Именно поэтому мы сегодня проводим здесь не только, как бы, знания, даем знания по деньгам и о нашей системе, о нашем сообществе, который с помощью наших инструментов дает нам финансовую свободу, вот. Но и комплексно развиваем наши команды, даем им наш опыт, наши знания в разных сферах, да? Вот, благодарю Евгению, что она делится с нами в теме йоги, в теме философии, в теме отношения жизни, знаний, тоже ведические знания, это очень ценно. Вот, поэтому обязательно присутствуйте по воскресеньям, либо по субботам, иногда по четвергам бывает. У нас здесь йоги, бывают медитации, поэтому это все очень важно. И сегодня мы с вами поговорим о здоровье. Так вот, расскажу дальше свою историю. Встречается моей матери на пути человек, который рассказывает, рассказывает ей о выходе, нестандартном на тот момент, да? То есть, по сути, все, меня уже списали в отделение хронической астмы. То есть, уже все, говорит, о, нет, все, уже этот ребенок, как бы, все, астматик. Скажу вам честно, быть астматиком – это крындец. Это вот вы ночью спите, и вы просыпаетесь от того, что вы не можете вздохнуть, да? Как будто вот из комнаты выкачали воздух, и ваши легкие не в состоянии этот воздух, как бы, впитать, вы задыхаетесь. Это просто, это кошмарные сны просто, да? А всего лишь-то, всего лишь неправильный образ питания, неправильный образ где-то жизни, а всего лишь неправильная система исцеления приводит к ухудшению. То есть, тренд, опять-таки, тренд, да? Если ваши действия приводят к бедности, надо менять тренд в направлении, чтобы у вас становилось ресурсов больше. Также, если ваши действия приводят к еще большему ухудшению заболевания, значит, вы делаете что-то не то. Надо изучать тему, надо более грамотным становиться. Сейчас, слава богу, что сейчас у нас есть доступ к интернету. В советское время тогда еще этого не было. И у нас есть там труды профессора Нюмвакина, у нас есть труды, много видео Бубновского того же самого. Еще там много-много агулов, один, чего стоит обязательно посмотреть его лекции по правке живота и так далее, по славянским техникам исцеления и так далее. То есть, много есть реально хороших, мощных учителей в теме здоровья, которые дают базу, я бы даже сказал. Так вот, этот человек дал моей маме всего лишь один номер телефона, чтобы моя мама позвонила в Москву. Так вот, дай бог моей маме к этому здоровью, что она как бы снизошло на нее просветление, и она начала долбить Москву. И она застолбила очередь, которая была там через полгода только, после момента звонка, и записали на прием к, не поверите, к врачу-гомеопату. Представляете, да? То есть, у меня уже все, официальная медицина сказала, все, это ребенок-осматик, уже, как говорится, ему жить с этим всю жизнь. И тут, как бы, врач-гомеопат, друзья мои. Ну, это нонсенс какой-то, да? И гомеопатия на тот момент, на тот момент это просто было, ну, что-то какое-то космическое, непонятное, да? Так вот, после первого приезда, и я помню до сих пор этого очень интересного профессора, вот, царство ему небесное, он уже тогда уже был пожилой, поэтому, я думаю, он уже не находится на этом свете. Вот, он излечил много, действительно, людей. Вот, я помню те коридоры очередей, которые ломились к нему. Вот, не помню, как это называлось учреждение, я был маленький, мне было пять лет или шесть. Вот, и он посмотрел мои снимки и сказал следующее. Ребенка залечили. Ребенка просто закололи антибиотиками системно, да? И не дали возможность, как бы, даже организму вырулить. И что он делает, не поверите? Он выписывает 10 баночек таких стеклянных советских, да? С спиртовыми травяными настойками, да? И вот так вот, 10 баночек, да? И вот, что он сказал, вы, говорит, перед едой, перед едой, на столовую ложку с каждой баночки по 10 капель. Кап-кап-кап. И вот на столовую ложку, сколько воды вмещается, вы туда 10 капель с каждой баночки. То есть, получается, 100 капель надо перед тремя приемами пищи, надо было вот капать, да? Что вы думаете, через полгода я здоровый ребенок, представляете? Казалось бы, какие-то там капельки, какие-то, ну, не знаю, ну, с точки зрения, ну, обычного человека, это просто, ну, нонсенс, да? Потом мы второй раз к нему приезжали, он уже нам другие больше укрепляющие. Потом третий раз приезжали, он нам еще другие подобрал, еще более укрепляющие. И смысл в том, что через год, как бы, два я уже тренировался в бассейне по плаванию, мне уже там было 7-8 лет, первый-второй класс, и я уже был абсолютно здоровый ребенок, друзья мои, да? Вот, и о чем это говорит? Это говорит о том, что если вы сами не возьмете на себя ответственность за ваше здоровье и доверяете будете системным людям, то в разных сферах жизни, неважно, это деньги, вы будете там здоровье свое, не знаю, счастье, отношения, неважно. Каждая тема на данный момент, она очень важна в вашей жизни. Именно поэтому вы будете многое терять и будете идти по пути лабиринтов, которые заберут у вас энергию, деньги, здоровье и так далее. Поэтому повышаем ликвидацию безграмотности, обязательно изучайте темы здоровья, денег и так далее сами, берите на себя ответственность, и с ответственностью придет вам огромнейшая сила. Так и я уже в 7-8 лет, я был абсолютно здоровым ребенком, но, как говорится, последствия еще антибиотиков, которыми меня просто закололи в детстве, они еще сказывались, потому что организму надо было почиститься, но, как говорится, мои родители это обычные люди, соответственно, обычная система питания советского человека, привела к тому, что в 7 лет у меня, соответственно, аппендицит. А сейчас я понимаю, что такое аппендицит, мне вырезали аппендицит. Что такое аппендицит? Аппендицит – это всего лишь воспаление микрофлоры кишечника по-настоящему, если можно так сказать. То есть та система питания, то есть аппендицит – это очень интересно, сейчас вам объясню простыми словами. То есть у нас вот идет как бы кишечник, он изгибается, и вот как раз толстая кишка у нас П-образной формы. П-образной формы, да? Вот такая, да. Так вот, как говорит профессор Неумывакин, царство его небесное, очень мудрейший человек, поэтому изучите его все труды, книги почитайте, особенно очень интересную книгу, называется «Эндоэкология здоровья». Вот запишите себе, Неумывакин, эндоэкология здоровья – это вот базовая книга его, поэтому начните с него. Поэтому вот у нас толстая кишка – это очень важно, да? Мы знаем, как устроена, там, не знаю, машина своя, мы знаем, как устроено еще что-то в этом мире, мы знаем у многих высшее образование физика, высшая математика, но мы нихрена не знаем, как устроено наше тело, друзья мои, представляете? Мы им каждый день управляем, но нихрена не понимаем, где у нас что. Так вот очень важно вам понять, где у вас что, и разобраться с этим делом, пока у вас есть здоровье. Рано или поздно вам все равно придется это сделать, но лучше сделайте это рано, чем поздно, понимаете, да? Поэтому скажу вам честно, вот мой подход к здоровью многих немножко удивляет. И говорят, что «Ой, ты такой прям заботишься, хочешь, говорит, здоровеньким помереть, да?» Я говорю «Да, я хочу умереть здоровым человеком». А вы знаете, друзья, что такое здоровая смерть? Здоровая смерть – это когда вы заснули и не проснулись. Это здоровая смерть. А вот когда 10 лет вы лежите пластом, да, и ходите под себя, и все за вами, как говорится, близкие, вынуждены как бы ухаживать, вот это смерть больного человека. Поэтому, друзья мои, я хочу умереть здоровым человеком. Вот, и, но до этого момента у нас очень много еще целей, вот, но это действительно намного лучше, чем, как говорится, уходить с этой жизнью больным человеком. Поэтому сохраняйте свое здоровье до самого последнего вашего дня, вот, все мы ходим, как говорится, под Богом. Вот, и академик Павлов говорил следующую вещь, что средняя продолжительность жизни человека – 150 лет. 150 лет, друзья мои, средняя продолжительность жизни человека. Именно поэтому он говорил дальше следующее, что если человек живет меньше, то он умирает либо по невежеству своему, либо по незнанию того, как надо жить так, чтобы ваше тело было максимально в здоровом состоянии. Потому что мы здесь не только занимаемся деньгами, деньги у нас уже есть, потоки нам великолепно, каждый день дают деньги, так же, как я сегодня нажимал кнопочку, и деньги у меня на сегодня есть. Это полностью избавляет меня от нужды идти куда-то работать. Вот, я уже в своей жизни наработался, а теперь уже, как говорится, передаем, как говорится, знания дальше тем людям, которые хотят все свои вопросы порешать. Так вот, здоровье – это такой же ресурс, как и деньги, и нужно им распоряжаться грамотно. Если в деньгах, у нас в потоках есть стратегии, то такие же стратегии есть и в здоровье, друзья мои. И соблюдая эти стратегии, можно намного эффективно управлять своей жизнью. Поэтому сегодня я буду вам рассказывать многие свои лайфхаки. Вот, так вот, вернемся к теме аппендицит, да? Так вот, смотрите, у нас П-образная толстая кишка. И потом уже, соответственно, выходит, то есть из тонкого кишечника, из тонкого кишечника заходит у нас пища, питательные вещества, которые мы съели, в толстую кишку, подымается вверх. Вот тут, друзья мои, внимание. Пища должна подняться вверх, преодолев силу тяжести земли. Представляете, да? Какое усилие надо, да? И тут идет большой процесс замедления питания, особенно если оно у вас с клейковиной, особенно если оно у вас много мучного, особенно если молочки много, особенно если там вы любитель там мега мяса и так далее, да, тяжелая пища, то ей еще сложнее подыматься вверх против силы тяжести земли по кишечнику, потом она должна преодолеть горизонтальный участок толстой кишки, и только потом она опускается вниз и выходит, понимаете, да? Так вот, на вот этом вот участке, на вот этом участке подъеме наша матушка природа предусмотрела, вот, смотрите, как все продумала, предусмотрела маленький отросточек такой под названием аппендицит. И вот в этом отросточке находятся полезные бактерии. Это такой, можно сказать, засадный отряд полезных бактерий, да? Вот как помните, да, Куликовская битва, нам в истории все рассказывали, что это был засадный отряд. Так вот, вот в аппендиците, в аппендиците, это, можно сказать, плацдарм, крепость, и там находятся, как бы размножаются и наши помощники. Это вот такой вот засадный отряд. Так вот, тогда, когда у вас большие проблемы с вот этим, вот этот засадный отряд немножко выходит и помогать начинает, да. Но тогда, когда у вас совсем уже все хреново, он, оборону прорывается у него, и он воспаляется. То есть тогда уже все вынуждены делать операцию и вырезать аппендицит. Что было и со мной, что было и со мной в 7 лет, как говорится. И за, конечно же, питание, друзья мои. Питание – это 70% вашего здоровья. Будете кушать, чтобы попало, долго не проживете. Это я вам говорю авторитетно. Вот, дальше, дальше, идем дальше. Друзья, те, кто новые участники, не пугайтесь, у нас здесь не страшно. И мы здесь развиваемся не только в теме денег, мы развиваемся во всех сферах. У нас Академия Гармоничного Человека для нашей команды. Мы проводим обучение в разных сферах. У нас здесь проводятся и йоги, и медитации. Мы здесь вот сегодня будем говорить о здоровье и говорим, да. О деньгах, конечно же, мы говорим каждый день практически. Завтра у нас тоже будет презентация, вот, поэтому обязательно приходите. Но сегодня мы сейчас говорим о теме здоровья, потому что задача иметь не только деньги, задача иметь хорошее, крепкое здоровье и долгие годы жизни. Поехали дальше, да. На этом мой путь с системой здравоохранения апокалипсис, как говорится, нашего, да, нашего эпохи развития, наверное, да, это система здравоохранения, на самом деле. Я еще с ней, кажется, не распрощался до неосознанного, как бы, до неосознанного возраста. Вот смотрите, ребенок, когда он рождается, он где-то до двух, до трех лет, он очень осознанно, скажу вам честно. Он даже, особенно до того момента, когда он еще сильно не начал говорить, он еще помнит многое, что он немножко обладает ясновидением, яснослышащим. А потом, когда уже начинает говорить и пошел процесс социализации, детский садик, школы, он себя забывает абсолютно. И вот задача ему в ходе жизни себя обратно вспомнить, вернуться к тому, какой он был до двух, трех лет. И вот тут очень важно, как бы, родительское внимание, и они должны смотреть, чем ребенок интересовался. И в дальнейшем акцентировать ему на этом внимание, потому что, чем ребенок тогда интересовался, это особенности его души. Вот. И он просто про это забывает, пройдя социализацию, его задача ему напомнить об этом. Вот это твой талант. Вот тут тебе нравилось делать то-то. А вот так-то, так-то. Вот так вот делают мудрые родители. И человек, он реально понимает, блин, а ведь это действительно мне нравится делать, я просто об этом забыл. Я просто прошел через систему надо, должен и так далее, пинков каких-то, да. Директор там вызывает школу, два балла в дневнике, там родителей нас, как говорится, вызываем, будем тебя ругать, ставим в угол. Короче, проходит вот эту дрессировку, по другими словами, можно сказать. Так вот, такую же дрессировку проходил и я. И на данный момент, на данный момент, подходя ближе к студенчеству, подходя ближе к студенчеству, понимаем такую ситуацию. Мне 20 лет. Я уже заканчиваю первый свой университет и сталкиваюсь с таким моментом, что система вот этого образования, вот эти стрессы, нервы, где-то сессии, да, где-то какой-то идеализм приводит к тому, что у меня в очередной раз врачи говорят, у вас два хронических заболевания. Хронический танзелит и хронический гастрит у вас, да. Но хорошо, что у меня в детстве уже был опыт общения с системой, да. То есть первое, что я сделал, я в это не поверил. Это первое, да. Да, я видел проявление, как бы, я видел проявление у нас в своем теле определенных симптомов. Да, мне было дискомфортно. Но первое, что я сделал, я с этим не согласился. Я с этим не согласился. Вот это очень важный момент. Если вы согласитесь с диагнозом, диагноз у вас еще больше начинает прогрессировать. Если вы не согласны с этим диагнозом, то вы начинаете идти своим путем. Вы начинаете менять свой образ жизни, так же, как, в принципе, и начал менять и я. Вот тут на этом моменте я начал просыпаться. То есть 21-22 года, 23 я начал просыпаться, начал, как говорится, изменять свою жизнь, идти более по пути сердца. Ну и, как вы понимаете, сейчас у меня все очень хорошо, да. Никаких хронических заболеваний у меня нет. Я абсолютно здоровый человек, веду здоровый образ жизни. Я разобрался с тем, что такое питание, как нужно питаться, что такое образ жизни, образ мысли и так далее, да. После этого я еще объехал полмира. Еще, конечно, полмира надо объехать однозначно. Вот, и сегодня я хочу вам рассказать про лайфхаки, которые позволяют мне до сих пор велико... Несмотря на уже те диагнозы, которые мне ставили, а это хроническая астма, хронический бронхит, хронический танзелит, хронический гастрит. То есть это сходу мне ставили, сразу сходу, да. Вот, и несмотря на это, делая нестандартные вещи, вы будете иметь хорошее и крепкое здоровье. Поэтому запаситесь терпением, друзья мои, по концовке вы получите интересные лайфхаки. Возьмите обязательно ручку, тетрадь и записывайте. Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть о том, что мир очень серьезно изменился. И если вы не будете меняться, то долго вы не проживете. Как это ни грубо не звучало. Поэтому нам надо также меняться вместе с этим миром, да. Начинаю разбор полетов, как говорится. За 30 лет, последние 30 лет у нас очень серьезно объединились пищевая и химическая промышленность. Раньше, в советское время, когда еще даже был ребенок, ребенком все продукты питания были натурального плана, да. Молоко кисло на второй день, даже если вы купили его в магазине, оно натуральное. Кефир там тот же самый и так далее и тому подобное. Сейчас продукция пищевая полна химикатов. То есть химическая и пищевая промышленность, повторю еще раз, они очень сильно объединились. И вы, честно сказать, зайдя в супермаркет, вы толком не можете до конца понять, это химический продукт, либо это пищевой продукт. Потому что сейчас для обычных людей пищевые продукты сделали химическим. Специально где-то сделали удешевление, специально где-то сделали такой момент. Чтобы люди, употребляя эти химикаты, долго не жили. Это очень просто, да. Надо просто приучить человека к вкусненькому. Надо просто сделать так, чтобы ему было привлекательно. Маркетинг на этом работает очень хорошо. Чтобы это было красиво, чтобы была красивая обвертка. И вы сами купите вашу смерть, понимаете, за ваши же деньги. Еще на этом еще и заработаете. Поэтому система устроена таким хитрым образом, что если вы не будете осознанным человеком, то на данный момент очень серьезно идет по пути, как говорил академик Павлов, невежество, либо незнание. Поэтому прежде чем затолкать вот сюда в рот что-либо, что-либо, очень хорошо об этом подумайте. Потому что туда затолкать можно быстро. А вот достать оттуда уже сложно. Поэтому прежде чем заталкивать туда, думайте. Очень хорошо. Думайте, делайте те вещи, которые приводят к вас к более здоровому образу жизни. Если вы видите, если мне сейчас, я как бы с таким соболезнованием сейчас смотрю на людей, которые не читают даже составы подряд, вот все сметают с полок, вот такие голодные еще, голодные люди, да, сметают все с полок супермаркетов и просто жрут, понимаете? Вот, заедая стресс по-настоящему. Ведь жор – это несколько факторов, которые включают жор. Первое – это стресс однозначно, 100%. Второе – это пустая пища. То есть она химическая, но пустая. Там нет уже никаких микроэлементов полезных, ни минералов, ни аминокислот и так далее. Поэтому, друзья мои, сейчас, на данный момент, на данный момент, очень важно, очень важно смотреть, что вы делаете, как вы делаете и к чему это все ведет. Поэтому, если вы не читаете составов тех продуктов питания, которые вы, как бы, покупаете, то я, ну, я вам соболезную, потому что в любом случае это приведет к серьезным заболеваниям. Поэтому, друзья мои, к сожалению, к сожалению, я сейчас констатирую тот факт, что только 20, максимум, максимум с натяжкой, 20% продуктов питания в супермаркетах сейчас пригодны к употреблению. Пожалуйста, выключите свои микрофоны, проверьте каждый свой микрофон, либо мне придется их выключить. Так, Наталья Русанова, я выключаю вам микрофончик. Следите, пожалуйста, за своими микрофонами, не сбивайте с мысли. Сейчас смотреть на составы, что вы покупаете, это самый важный момент. Если вы там видите много химии, то включайте вашу осознанность, отложите этот продукт, даже если он кажется очень вкусненьким, даже если он красивый, даже если этикетка там все супер, да, мега супер крутой производитель, отложите его. Потому что запихая консерванты, канцерогены, эмульгаторы, красители, стабилизаторы и всякую хрень, да, вы нарушаете работу вашей пищеварительной системы. И вот это все химическое любит патогенная микрофлора. Именно та микрофлора, которая пробивает, можно сказать, засаду крепость аппендицита, и он воспаляется, потому что микрофлоры патогена столько много, что уже не справляется та благостная для вас микрофлора кишечника, благодаря которой вы живы на сегодняшний момент, и благодаря которой у вас сейчас есть здоровье и энергия. кишечник – это главная часть нашей иммунной системы. Запомните вот это раз и навсегда. Кишечник – это наш друг, это наш первый как бы инструмент, к которому нам нужно относиться очень уважительно и внимательно. Поэтому, если у вас запоры, если у вас проблема с проходимостью кишечника, это говорит о том, что у вас в будущем серьезные проблемы. Поэтому, друзья мои, настоящие вот люди, которые ведут правильный образ жизни, что значит правильно? Значит, у них образ жизни соответствует человеку, значит, их питание соответствует виду человек, да, если он правильно и вовремя там все делает, да, то его как бы кишечник работает от двух до трех раз в сутки, представляете, да? То есть проходимость, она очень идет плавно, и нет никаких заторов, нет никаких остановок. Он идет как механизм, да, как наши потоки работают, денежно, так работает и кишечник. Поэтому, друзья мои, часто я сейчас вам буду говорить какие-то вещи, какие-то вещи, которые не, как бы, не часто вообще в обиходе, это не модно, да, не модно говорить про кишечник, друзья мои. Не модно это. А знаете, почему не модно? Потому что это невыгодно. В системе невыгодно, чтобы вы были здоровым человеком. Поэтому это говорить не модно. А все, что модно делается, как бы, этот, курить, как там, вайс этот, да, это модно, да, и выгодно системе. Она и деньги делает, и вы гробите здоровье. О, то, что надо. Поэтому все люди спящие. Почему очень важно проснуться? Потому что все люди спящие обречены на, ну, на раннюю смерть. Просто надо сразу, я буду говорить жестким языком, иногда извиняюсь, конечно, за иногда жесткий, но это иногда будет, очень часто помогает. Когда человек еще спит, это просто его немножко будет. Да, поэтому иногда буду говорить жесткие вещи, иногда буду говорить не модные вещи, не привычные вещи. Поэтому старайтесь, как бы, с пониманием к этому отнестись, и это реально в ваших интересах. Поэтому все, что сейчас не модно, не модно, да, это невыгодно в общем системе, мировой, причем неважно, не надо брать какую-то конкретную страну, в общем мировой системе это сейчас невыгодно. И то, что модно, всегда будет практически вести к вашей ранней смерти. По невежеству вашему, либо по незнанию. Вот, как когда-то, как написал Кастаньеда, если вы книги Кастаньеда читали, это очень мощные книги, то есть сразу сходу не каждый врубается, вот. Он писал, что нет лучшего, нет лучшего способа, как бы, отрезвить воина, да, воина света, да, чем, как бы, задуматься о своей смерти. Вот, это трезвит очень, это просто брук каждого человека, он из этой игры выпадает немножко, он выпадает, сразу осознанность приходит, да, он выпадает из вот этого заигрывания. Мы часто очень в эту жизнь заигрываемся, да, не понимая, что мы пришли на какое-то определенное время, мы пришли не просто тупо ее прожрать, да, спустить все это в унитаз, как говорится, нахапать квартиры, машин там, или еще там чего-то, или работать всю нашу жизнь. Мы пришли здесь, чтобы научиться чему-то. Вопрос, чему вы конкретно пришли здесь научиться? Какие ваши таланты? Что вы пришли, какие уроки здесь пройти? Вот это самое главное, да. И пока вы эти уроки не пройдете, вы будете в неосознанном вот этом беличьем колесе, начиная от денег, а потом заканчивая там питанием, здоровьем, будете бегать вот так вот, бегать по больницам. Поэтому я говорю, что нет лучшего места для проявления осознанности человека, чем больничные коридоры. Я очень много прошел в детстве в больничных коридорах, поэтому, скажу вам честно, нет лучшего места, где человек просто в тишине сядет и задумается над тем, блин, а правильно ли он живет? Что происходит вообще? Почему я заболел? Боже мой, что вот напасть на меня свалилась, еще там что-то, да? Поэтому не просто так говорят, что болезнь любая – это разговор человека с Богом. Бог говорит, он уже так стучал через знаки какие-то, через птички, может, залетали вам куда-то, в окошечко стучали, потом, не знаю, еще что-то, какие-то знаки постоянно. Человек, видящий, он постоянно видит разные интересные знаки, да, которые символизируют как бы жизнь, как в компьютерной игре. Вот многие, кто молодые, играют в компьютерную игру. Эти люди, как правило, идут, вот, бежит, допустим, человечек, что-то делает, и бам-бам, ему там знаки какие-то, бонусы, поверни туда, туда. Так и жизнь с нами. Жизнь то же самое. Только вопрос, мы видим это или нет? Мы живем широко открытыми глазами, либо мы живем сонные такие, как котята, да, которые мамкину титьку не могут найти и пищат, да? Все видели, да, слепых котят, которые родились, да? Так и здесь. Два варианта есть. Поэтому задача нам проснуться, проснуться и осознать, какая ведется игра, осознать правила этой игры. И начать играть в ту сторону, которая будет приводить вас к деньгам, к здоровью, к счастью, к благополучию. Вот это очень важный момент. Этому нас не учили ни в детском саду, ни в школе, ни в университете, нигде бы еще ни было. Этому вам придется научиться самостоятельно, друзья мои. И если вы самостоятельно не способны будете этому обучиться, здоровью, счастью, деньгам, осознанию каким-то, да, психологии, научиться корректировать свое мышление. Если вы до сих пор смотрите телевизор, то я вам соболезную, друзья. Поэтому, скажу вам честно, те вещи, которые необходимы для счастливой, долгой, богатой, изобильной жизни, они сейчас не пропагандируются в нашем обычном мире. Вы не увидите это по телевизору, и вы нигде эту информацию не встретите. Потому что системе невыгодно, чтобы вы были здоровым, богатым. И причем неважно, говорю, в какой стране вы живете. В общем, такая сейчас система в мироустройстве, что системе невыгодно, чтобы вы были здоровым, счастливым, богатым, и жили долго, и платить вам пенсию 60 лет. Это экономически невыгодно. А в связи с тем, что общая мировая система заточена на то, чтобы, как говорится, молиться золотому тельцу, то сейчас делается все, что выгодно, либо невыгодно, понимаете, да? Поэтому выгодно, чтобы люди жили недолго, и невыгодно, чтобы они жили долго. Поэтому делаться будет абсолютно все, чтобы люди, которые себя, внимание, не самоидентифицировали, люди себя, которые не самоидентифицировали, то есть не поняли, кто вы, зачем вы родились на этой, как говорится, планете, да, в этом теле, в этом воплощении, какие ваши таланты, цель вашей жизни, что вы хотите, чему хотите научиться по-настоящему, чем хотите заниматься, да и так далее. То есть вы сами себя должны идентифицировать, не кто-то другой, вы сами себя должны идентифицировать, вспомнить, вернее, до социализации, каким вы были маленьким ребенком. Вот вы тогда настоящие были по-настоящему, настоящая чистая душа, белый лист, как говорится. Так вернемся к теме здоровья. Раз у нас сегодня тема здоровья, завтра у нас будет опять тема деньги, и сегодня у нас тема здоровья. Химическая и пищевая промышленность очень серьезно объединились, и если сейчас вы будете бездумно потреблять разные продукты питания, то, а питание это 70% вашего здоровья, бездумное употребление, то, скажу вам честно, что жить долго не придется. И если и придется, то это будет последнее десятилетие мучительной жизни. Поэтому, друзья мои, питание это очень важный момент. Что в питании есть особенности? Какие? Прежде всего, есть такое понятие, называется видовое питание. Видовое питание, да? Что такое видовое питание? Видовое питание это питание, характерное для определенного вида. То есть, если хищник, его задача уничтожить падаль, слабое животное, говорят, волк санитар леса. Чтобы гниль везде от трупа не расходилась по лесу, придумано матушка природой хищные существа. Это там тигры, волки, лисы, ну и так далее, короче. Ливы, там любое хищное животное. Это прежде всего его задача сделать таким образом, чтобы пропустить через тело хищника, это обеззаразить абсолютно вот эти вот части, можно сказать, плоти. Потому что у каждого хищника очень большой желудок и очень большая концентрация соляной кислоты. И каждый раз, когда туда попадает вот этот кусок мяса, откушенное хищником от плоти, уже умертвенное, то этот мясо попадает в соляную кислоту, и она как бы обжигается, понимаете? И также она этим же куском, этим же куском, поэтому хищник не пережевывает ничего, этим же куском он отрывает кусок, проглотил, кусок оторвал, проглотил, кусок оторвал, проглотил. И вот эти куски, они вот так же проваливаются в желудок, в соляную кислоту, и так же из него и выходят, только уже обугленные такие, в кислоте сваренные. И они очень быстро трансформируются в землю, по сути дела, достаточно одного цикла, лето, зима, осень, дождь, солнце, и все, практическое разложение превращается в землю. То есть таким вот образом на данный момент хищник выполняет очень важную роль, называется санитария, чтобы было больше, чтобы нигде ничего не валялось, не гнило. Хищник делает свое благостное дело. И потребляет свое видовое питание. Видовое, друзья мои. Дальше. Человек, взять, допустим, не знаю, корову, у нее видовое питание трава. Это травоядное существо, и у нее все, матушка природы, заточено под этот вид питания. Дальше. То есть если кролика, либо корову накормить мясом, она сдохнет. Либо лошадь, друзья мои. Задумайтесь. Если вот запихать ее насильно в желудок, ей мясо, это животное сдохнет просто. Она отравится. Потому что тот желудочно-кишечный тракт не предназначен для переваривания убиенной пищи. Понимаете, да? Плоти. Убиенной плоти. Именно поэтому травоядные не выживут. Вот вы можете проверить, если хотите. Но я вам 200% говорю, что любое травоядное просто быстро откинет копыта. Потому что у нее произойдет отравление организма токсинами и так далее. То есть для этого травоядного это не видовое питание. Это не его питание. Человек это такое универсальное существо, которое, казалось бы, может и то, и то, и то. Но, опять-таки, давайте думать. Давайте думать своей головой прежде всего. Не смотреть что-то где-то как-то, ведь это всегда по телевизору говорили, а думать давайте. Потому что нет лучшего ответа, чем обратиться к матушке природы. Мы оттуда вышли, мы туда и уйдем. И не важно, что вы думаете сейчас, важно то, как живет природа, она была, есть и будет, и будет жить по своим законам. Вот мы, как люди мудрые, должны эти законы понимать, осознавать и изучать. Так вот, ни у одного хищника нет жевательных зубов, потому что хищник не жует. Поэтому у него большие клыки и так далее. Ни один хищник челюстью вот так не сделает. Вот так. Видите? Вот так. А травоядные все, все плодоядные челюстью вот так вот без проблем сделают. Поэтому у нас нету таких как бы приспособ, которые матушка природа придумала для хищников, как ногтей, которые способны раздирать плоть, раздирать просто. У нас нету таких. Мы не способны. Вот дайте вам даже курицу, чтобы вы его так вот ногтями без ножа разодрали. Вы не сможете. Элементарные вещи, да? Вот. Дальше. У нас нет таких клыков, зубов, чтобы вы могли там отрывать эти куски плоти, да, сырой. Сырой, между прочим, друзья мои. Вот. Это говорит о чем? У вас есть жевательные зубы. Это говорит о чем? О том, что максимально видовое у нас питание, это как минимум не мясного плана. Я уже не говорю о том, что мясо сейчас по большей части все как бы ГМО, потому что все промышленное мясо, первое, обкалывают гормонами, это однозначно, это выгодно. Выгодно обкалывать гормонами. Знаете почему? Потому что мясо быстрее растет. А так как это коммерческий проект, да, то есть выращивают крупнорогатый скот и так далее в коммерческих целях, то это выгодно как бы для того, чтобы вы потребляли вот это ГМО, да, потом и кормят, кормят ГМО кормом. То есть, по сути дела, животное это потребляет, оно на анаболиках на этих растет, как культурист, да, вот, это первое, да, а второе, оно отравлено уже вот этим ГМО пищей, то есть в его мясе уже, вы знаете, да, правило здоровья, что мы едим, то мы и есть, да. Кушаем булочкой, булочкой становимся, кушаем огурцом, огурцом будете, да, вот, что мы кушаем, тем мы и становимся, друзья мои. Так и здесь, так и здесь, если там та же самая корова ест соевый шрот, шрот, а сейчас везде вот этим шротом кормят, изучите тему, и в составе этого шрота ГМО кукуруза там и так далее и тому подобное, специальные добавки вот всякие разные, вот, то в ней ГМО, тело получается, плюс анаболики, которые надувают это все дело, это выгодно, это выгодно первое, почему? Потому что этого много становится, то есть боли становятся дороже вам продать, это первое, а второе, вы это, когда покушаете, то вы будете заболевать и даже не будете понимать, от чего же вы заболели, а потому что вы начинаете кушать невидовую пищу. Мудрецы нашего мира говорят очень интересную вещь, что мясо это очень хорошая пища для человека во времена, когда надо тупо выжить, ну просто выжить, понимаете, выжить. это пища для выживания, но это очень плохая пища для долгой и здоровой жизни, да? Вот, поэтому покопайтесь в этой теме, интернет вам в помощь, фильм, не знаю, «Земляне», там, не знаю, там, все, просто завален интернет данной темой, если интересно, покопайтесь. Вы люди грамотные, умные, мы здесь развиваемся не только в теме денег, деньги уже у нас есть давным-давно, мы развиваемся в разных других темах, потому что развитие человека это очень-очень важный момент. Вот, поэтому хотите изучить эту тему, да? Отдельная тема – это молочка. Молочка, чем она обалдает, очень интересным моментом, она мелкодисперсная, и она забивает, забивает ворсинки нашего кишечника. Я надеюсь, вы знаете, что внутри ваш кишечник состоит из ворсинок, он такой, грубо говоря, волосатый внутри, и это очень важный момент. За счет вот этих ворсинок он может впитывать питательные вещества, то есть, чем более чистые у вас ворсинки в кишечнике, тем более вы способны микроэлементы, минералы, витамины, аминокислоты и так далее. Вы можете все это впитывать, полезные вещества, в свой организм. Чем больше вот эти ворсинки, склеенные между собой, вот так вот склеенные, да, какой-то слизью заросшие, тем меньше ваш кишечник может впитывать питательные вещества, и они просто проходят мимо вас, понимаете, да? Вот. Это я вам только чуть-чуть немножко погружаю в эту тему, не для того, чтобы вам здесь лекцию прочитать, а для того, чтобы заинтересовать вас самостоятельно копать эту тему. В интернете полно знаний. Вот. Я уже лично для себя, каждый из вас взрослый, мудрый человек, многие прожили в два раза больше, чем я, поэтому каждый принимает решения самостоятельно. Так же, как у нас сообщество свободных людей, мы свободно объединяем ресурсы для того, чтобы деньги у нас были всегда. Так же и здесь. В теме здоровья каждый принимает решения сам, это ваше тело, это ваша жизнь, ответственность тоже на вас, поэтому каждый хочет прожить ту, которую он живет. Именно поэтому, что я могу здесь, я вас здесь могу просто немножко заинтересовать, немножко смотивировать, чтобы вы начали получать самообразование в этой теме. Поэтому, друзья мои, изучайте. Грамотность – это очень важный момент. Я немножко чуть-чуть вам рассказал, только чуть-чуть про кишечник. Вот. Именно поэтому следите за своим образом жизни, здоровьем. И теперь дарю вам очень интересные лайфхаки. Первое. Конечно же, повторюсь еще раз, смотрим состав продуктов питания. Теперь пройдемся непосредственно по полезным советам. Смотрим состав питания и реально думаем. Мы, люди, существа не как бы не сильно травоядные, ну уж точно не мясоеды, да. Мы, по большей части, плодоядные, плодоядные, да. То есть все, что мы видим на деревьях, плоды, да, плоды, то есть ягоды, плоды, яблони, там, не знаю, груши, плоды, любые плоды из деревьев – это наша пища видовая, друзья мои. Видовая первая пища, которую нам надо кушать 80% от рациона, да, плюс, соответственно, зелень. Зелень – это та пища, которая тоже мы можем просто сорвать, это тоже плод, но растение, не дерево, а растение, да. То есть именно, как говорится, помните, наши как бы предки через сказки нам передали вершки, корешки, да, вот эти все вещи, да. И в каждом есть очень много питательных веществ. Вы только задумайтесь, да. Когда я принимал решение, я принял решение, сейчас вам скажу, когда, в каком, в 2011 году я уже принял решение, изучил тему глубоко и принял решение, я вспомнил, во-первых, тот момент, что в детстве я не любил кушать, ну, мясо. Просто мне вот дают хороший борщ жирный, и вот прям кусок мяса. Я вот борщ съедал, а мясо я отодвигал. А мне запихивали, прям запихивали, ешь, 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 не вырастешь, ешь там, еще будешь слабым, ешь, ешь. А в итоге наоборот оказалось, да. То есть как только я изменил свой образ жизни, образ питания, я стал здоровее, чем я был тогда в детстве, да. А все потому, что люди были безграмотные, люди, я глубоко уважаю, люблю своих родителей, я принимаю их такими, какие они есть, но понимаю их зашоренность, их безграмотность. У каждого поколения есть свои бзики, я говорю, да. Сейчас вот есть поколение, как говорил Задорнов, помните, он выступал, он говорил, поколение мышкоблуды, да, мышкоблуды, да, это вот поколение компьютеров когда еще были, то еще телефонов не было, а были компьютеры, да. Вот. Потом стало поколение, я их называю стаканчики, поколение стаканчики. Вот эти люди, они везде по улице идут со стаканчиками, вот они без стаканчика своего жить не могут, вот они Поколение стаканчиков, я их называю, да. А вот следующее поколение, сейчас идет интересно, поколение молодых людей. Это поколение людей, которые любят вот с телефоном вот так вот на улице общаться. Вот он идет вот так вот и на громкой связи говорит. Ой, привет, и там на громкой связи орет на всю улицу, привет. И вот он идет вот так вот и разговаривает. Не знаю, может это прикол какой-то новый или мода. Ну вот, наверное, вот такое поколение следующее пошло. Так вот, поколение, можно сказать, моих родителей, это поколение, я их называю, передали, передали. А вот передали по телевизору, а вот передали по радио, а вот передали, поколение передали называется. Я говорю, вы включите свой мозг сначала, да. Сами сядьте, подумайте, вы же грамотные люди. Раз вы изучили физику, химию, биологию изучали в школе, логику, подключите еще одну очень важную науку. И начните думать, себя исследовать, вот. Я сторонник тому, что каждый человек должен быть прежде всего честен перед самим собой, честен, да. Хорошо, если я хищник, вот, окей, я хищник, да, я хищник, я чувствую, что мне надо мясо. Окей, веди себя, пожалуйста, как хищник. Иди на опушку леса, догони зайца, загрызи его и съешь. Вот, если ты хищник. Без хитринки, без уловок человеческих. По-настоящему иди догони. Хренушки. Не сможет ни догнать, не сможет ни поймать, не сможет ни загрызть и уж тем более съесть не сможет. Потому что к этому наше тело не предназначено, без хитрости человеческой. Вот, а если его и съест, да, то он отравится, и ему будет очень плохо. Именно поэтому в Древнем Китае есть даже пытка мясом. Человеку давали, заставляли есть сырое мясо, впихивали его туда. И все. И у него отравление было очень серьезное. И это мучительная смерть просто. И ему не давали ни капельки воды. Ни капельки. Это называется пытка мясом. Изучите, кстати, эту тему. Тоже очень интересно. Я уже... Ладно, хорошо, что наши предки еще потребляли настоящее, ну не знаю, экологически чистое мясо. Из деревни, бабушки. Там это все, ну, по-семейному как-то это хорошо, да? Но сейчас же это все по-другому. Откуда вы у бабушки берете мясо? Сейчас же мы берем мясо где? В магазине. Оно какое? Оно все в анаболиках. И оно все как бы в ГМО. Вы понимаете это или нет? Если вы будете эту дрянь потреблять, вы скоро начнете серьезно заболевать. И поэтому все удивляются, откуда онкология? Откуда там все заболевания? Не было никогда онкологии лет 50 даже назад. Его у нее не существовало. А подумайте, что поменялось. Именно вот эти изменения привели к изменениям в этой теме. Вот, поэтому, друзья мои, если будете кушать видовое питание максимально, да, я не говорю вам резко что-то где-то перестраивается. Вы не сможете с завтрашнего дня резко перестроиться. Вообще не сможете, представляете? Вас насчет так колбасить мало не покажется. Кишечник, наш кишечник так устроен, что микрофлора меняется минимум в течение года. Поэтому в течение года, если вы захотите в эту тему дальше копать, изучите труды Неумывакина, изучите труды, не знаю, Агулова, изучите труды других, кого бы вам еще порекомендовать. Да даже хотя бы этих изучите, и то будет большая польза. Тех людей, которые на своем образе жизни, вот, допустим, Неумывакин прожил там 90 с копейками. Несмотря на то, что в 50 лет его уже списывали в институте Скликфасовского, где самые умы говорили, мы ничего не можем сделать. Мы вообще, ну, все, человек списан, все. Понимаете? И он пошел сам своими космическими методиками, которыми он восстанавливал космонавтов Советского Союза, он пошел сам себя исцелять. Собой уже начал, наконец-то, заниматься. Раньше он космонавтами занимался, а теперь пришло время с собой позаниматься. Несмотря на то, что в 50 лет его уже загоняли в гроб, он смог себя полностью самовосстановить, потому что у нас шикарный самовосстанавливающий организм. Он смог себя полностью восстановить и прожить до 90 с копейками. Как вы считаете, этот опыт ценен для подражания или нет? Если ценен, берите и изучайте. Все его книги читайте, изучайте все его лекции в интернете, каждое его слово. Я специально ездил в его центр, голодал. Это тоже один опыт. Что такое, говорю, не делал я со своим телом. Поэтому, если вам тема здоровья будет интересна, я могу в дальнейшем, конечно же, продолжить. Конечно, я понимаю, что наши, как говорится, сейчас новые участники, для них просто шок. Что, куда попали? Что за такой чат какой-то немножко с прибамбахом, да? Но если вы здесь немножко задержитесь, немножко в вашей беготне, где-то за какими-то целями, деньгами и так далее, задержитесь и немножко начнете просто прислушиваться, в вашей жизни очень многое, что поменяется к лучшему. И причем это не только деньги, которые у нас уже есть благодаря нашей системе, да? Ну, это будет и в разной сфере нашей жизни. Дальше. Понимая с тем, что у нас химическая и пищевая промышленность, мы четко понимаем. То есть я из супермаркета покупаю максимум 15%. 15%, потому что все остальное я понимаю, что это полное дерьмо. И я не собираюсь, я слишком себя уже стал любить. И раньше я себя так раньше не любил. А сейчас я себя так сильно стал любить, что я люблю свое тело. Я понимаю, что оно мне дано в аренду. И чем лучше я буду телом своим за ним ухаживать, тем дольше оно мне сможет послужить верой и правдой. Если бы у меня сейчас не было энергии, я бы не смог бы даже вам эти вещи рассказывать. Именно потому что ведь я еще встал, я даже еще не позавтракал, дорогие мои друзья, да? Представляете, да? А у меня сколько энергии? Почему? Откуда она берется? Несмотря на то, что я вчера лег в три ночи. Мои партнеры, участники с разных стран просто говорится, тут помоги, там помоги, здесь поддержи, здесь доброе слово скажи. И на данный момент я еще даже не завтракал. Откуда у меня столько энергии вам давать это все? Как вы считаете? Конечно же, из моего тела. Значит, я все делаю правильно. Я свое тело правильно держу в правильном состоянии. И оно мне дает энергию, чтобы с вами делиться уже дальше с каким-то своим опытом, наработкой. Так, 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 так. Поэтому максимально старайтесь потреблять видовую пищу, зелень, ягоды, фрукты, овощи, орехи, семечки, сухофрукты. И вот этого должно быть максимум, да? Но быстро не пытайтесь перестроить свой организм. Если вы сидите на мясомолочной диете, я это так называю, то вы не соскочите с этой иглы очень быстро. В течение года плавно перестраиваетесь, изучайте, параллельно изучайте. Потому что ваш мозг должен понимать, что он делает. Если он не понимает, что он делает, он вас будет бойкотировать. То есть, как говорится, будет вас в обратку направлять. Вот. Поэтому вы со своим мозгом должны дружить. Вы им должны давать пищу для размышлений. Поэтому для вас должны знания. Иначе, как поколение моих родителей передали, вы опять включите телевизор. И в очередной раз те люди, которые хотят, чтобы вы что-то услышали, что в выгодной системе, вам в очередной раз расскажут, что вредно, что полезно, что такое хорошо, а что такое плохо, друзья мои. И опять вы пойдете по системе, которая запрограммировала для вас наша система. Вы опять станете винтиком вот в этой большом механизме маленьким. И придет время, очень быстро вас спишут. Потому что телевизор заставляет человека обратно засыпать. Человек, когда сонный, он не может, он не может ясно видеть, ясно слышать и ясно как бы даже себя оценивать со стороны. И это очень важные моменты. Если вы не будете на себя смотреть со стороны, вы не сможете сделать работу над ошибками. Вот это очень важный момент. Мы пишем контрольную работу, делаем ошибки, делаем работу над ошибками, понимаем какие-то свои косяки, делаем новую контрольную работу, опять смотрим работу над ошибками и так далее. Это система постоянного улучшения, 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 которая приводит к хорошим результатам. Поэтому, друзья мои, очень важно, что мы потребляем. Следующий лайфхак. То есть состав читаем, что мы кушаем, это тоже важный момент. И желательно, чтобы это было максимально экологически чисто. Самое чистое – это то, что вы своими руками сорвали с дерева, которое выросло в экологически чистом районе. Это самое полезное для вас. Либо с куста, соответственно. Дальше. Сочетаемость продуктов – это очень важный момент. Запишите прямо сразу себе сейчас в тетради сочетаемость продуктов. Если вы кушаете все подряд, как говорят мои родители, я их очень люблю и уважаю, но говорят, кушай все подряд. Понимаете? Я им говорю, я что, свинья, что ли? Понимаете? Если вы будете кушать все подряд, друзья мои, у вас энергии не будет. И здоровья тоже. Сочетаемость продуктов – это очень важный момент. Потому что продукты разные могут взаимодополнять друг друга, а могут взаимоуничтожать друг друга. И делая диссонанс в вашем ЖКТ, когда он просто в шоке от того, что вы с ним делаете. Да? То есть берете, не знаю, котлету в мед и кушаете. Да? То есть расскажу вам, что такое, почему сочетаемость продукта – это очень важно. Потому что у каждого продукта разное время переваривания пищи. И вот тут, смешивая разные продукты, вы играетесь со временем, друзья мои. Вы такую сложную задачку даете своему организму, что, дай бог, вам в жизни такую задачку решить. Первое. Углеводы, быстрые углеводы – это салаты, сырые овощи, фрукты. Они усваиваются за 30-40 минут. То есть их нужно прежде всего в первую очередь кушать. Вот утром я встаю, я пью какой-нибудь хороший напиток или чай иммунный. И потом через 15 минут это все как бы очень быстро усваивается. Потом я кушаю. Я просто делюсь своими лайфхаками. Вы хотите этим пользоваться, хотите – нет. То есть это ваше дело. Мы свободные люди, еще раз повторюсь. Вот. Я делюсь своими лайфхаками. Кому это интересно, мотайте на усы, применяйте в своей жизни. Кому неинтересно, можете продолжать дальше жить системной жизнью. Вопросов вообще нету никаких. Как говорится, результат покажет, как говорится. Вот. Ни с кем я не собираюсь ни спорить, ничего. Я просто рассказываю о своем видении жизни и о своем личном опыте на своем теле. И о своих фишках по здоровью. Так вот, утром я кушаю какой-нибудь фрукт или несколько фруктов. В идеале, чтобы они были кисло-сладкими. Это очень быстро желудку дает процесс запуститься. Какую-то где-то недоваренную пищу. Это кислота помогает желудку пережечь, переварить. Очень хорошо. На утро просто я вот последние несколько лет полюбил. Утром, каждый день мы стараемся кушать ананас, друзья мои. То есть у богатых свои привычки. Вы понимаете, да? Вот если вы каждое утро будете кушать ананас, вы очень хорошо прожгете свою систему ЖКТ. Во-первых, он обладает, у него очень хорошие свойства. Он очищает и кишечник, запускает и хорошие процессы в организме. Он полон всевозможных микроэлементов. Также я люблю утром груши, яблоки. Я люблю утром на голодный желудок съедать. Можно даже банан съесть. Но банан он более такой крахмалистый. Поэтому сначала я люблю такие кисло-сладкие какие-то вещи. Либо просто кислые даже. И потом уже, соответственно, ем по нарастающей более плотную пищу. Потому что яблоко, съеденное после еды, друзья мои, приводит к заболеваниям. Почему? Не потому что яблоко плохое, а потому что вы до этого съели тяжелую пищу, которой надо перевариваться 2, иногда 3 часа. Организму надо разобрать это все на клеточном уровне. А вы берете и закидываете туда быстро перевариваемую пищу. И организму ничего не остается, как быстро протолкнуть вот эту пищу дальше и сказать, ай, катись она пропадом, будь что будет, как говорится. И вот это недоваренное начинает гнить в вашем кишечнике. Я буду говорить немножко грубо, извините меня, пожалуйста, сразу прошу всех прощения. Но если в туалете после вас очень воняет едко, значит вы что-то неправильно делаете в этой жизни. Подумайте над этим. Потому что после существа, который ведет, как говорится, кушает продукты, соответствующие его природе, нету вони, понимаете? Вонь, это говорит о том, что патогенная микрофлора преобладает у вас. То есть гнилостная микрофлора, патогенная. Вот это очень важный момент, друзья мои. Это та микрофлора, которая забирает у вас каждые ценные годы вашей жизни. Это та микрофлора, которая тоже как бы важна, но она не должна быть в таком процентном соотношении там 80-20. Это та микрофлора, которая укорачивает вашу жизнь. Та микрофлора, которая забирает у вас энергию. Это патогенная микрофлора. Именно она воняет. А она очень любит белковую пищу. Она просто обожает синтетическую пищу. Вот если вы будете кормить себя вот этой дрянью, вот ваша патогенная микрофлора, она просто будет пировать у вас, пировать. И после вашего туалета будет просто вонь дикой стоять. Вот, поэтому, друзья мои, как бы это ни звучало, я говорю то, что продлит вашу жизнь. Поэтому даже если это некрасиво, где-то грубо, где-то непривычно ухом нашему мышлению, то зато это немножко заставляет вас проснуться чуть-чуть. Это ведь очень полезно, понимаете? Я привык жить эффективно. То есть если это дает мне счастье, здоровье и деньги, я применяю это в моей жизни. Если это не дает мне счастье, здоровье и деньги, я избавляюсь от этого. Вот простая формула, она шикарно работает. Вы через нее можете прогонять любую свою привычку. Через нее вы можете прогонять любой свой шаблон, какой-то привычный стереотип мышления. Все, что вы захотите. Но задайте вопрос, приносит ли это мне счастье, здоровье и деньги? Если нет, в мусор, нахрен его. Выкидывайте, забывайте про него, стирайте свои памяти, и от этого жить вам станет проще, легче и веселее. И все у вас будет хорошо. Эля, пожалуйста, выключите микрофончик. Так, дальше идем. Но углеводы есть не только быстрые углеводы, которые перевариваются там за 30-40 минут. Есть еще и медленные углеводы. Это каши всевозможные там, не знаю, даже макароны к ним можно. Макароны, по сути, ну это вообще, блин, это тесто, друзья мои. Помните, в советское время, когда не было там такого понятия, как пойти купить клей в избытке, да? Многие что делали? Крахмал, крахмал, чтобы окна заклеивали. Помните, деревянные советские окна заклеивали? Я в детстве это видел, да? Я еще помню, крахмал разводили, где-то картофельный крахмал разводили, где-то там что-то муку подмешивали. И такой клейстер появлялся, да? И вот затыкали окна деревянные, а потом вот этой бумагой, как бы смазывали этим клейстером и заклеивали, да? Полосочкой бумаги. Так вот, вот вы так же заклеиваете свой кишечник, друзья мои. То есть, если вы обожаете макароны, мучное, всевозможное, вы вот так вот заклеиваете свой кишечник. Поэтому максимально старайтесь, как бы, эту пищу минимизировать. Я не говорю, чтобы полностью от нее избавиться. Нет, вы не сможете быстро это сделать, и не надо даже быстро этого делать. Это все делается постепенно. Любая, вот запомните еще одну очень интересную мысль. Любая, любой, да, фанатизм, даже в самом, самую светлую идею портит. Фанатизм и фанатичный, как бы, подход к делу. Вот это очень важный момент. Никакого фанатизма. Мы, это не значит, что вот я все, с завтрашнего дня я луплю только яблоки, хреначу их ведрами. Нет, постепенно увеличивайте дозу. Постепенно уменьшайте то, что вредно. Постепенно, во-первых, надо понять, что вредно, что полезно для начала. Поэтому все постепенно. Ваш кишечник перестраивается в течение года. Друзья мои, года микрофлора меняется. Поэтому вы не сможете завтра. Вы просто будете дискомфорт очень серьезный ощущать. Вот. Так же, как я уже с 11 года, я кушаю, в основном стараюсь видовую пищу. Это не значит, что я фанатично к этому отношусь. Нет. Если у меня появляются где-то возможности, либо я чувствую, что в данный момент мне надо съесть морепродукты, я их съем обязательно. Я прислушиваюсь к своему организму. Но я, понимая это, что я съел, я завтра чуть-чуть увеличу дозу живых продуктов, которые просто прожигают все, что я съел, и это не остается от этого следа. Поэтому медленные углеводы надо кушать следующим поездом, следующим вагоном, как говорится. Они перевариваются час-полтора. Медленные углеводы – это каши всевозможные, крупы, рис, гречка, ну и так далее. То есть макароны в том числе. Следующие продукты, которые перевариваются еще дольше – это белки, часть жиров, это яйца, молоко, рыбные, морепродукты. Они покидают наш желудок через 2-4 часа. Представляете, да? То есть им надо долго, очень долго перевариваться в нашем желудке и потом постепенно. Поэтому вот это они создают такой момент, как бы вот это ощущение отсутствия голода, друзья мои. И вот за вот эти моменты наши предки гнались раньше. Это ошибка. Гнались, чтобы лишь бы голод не испытывать. Вот я один раз поел и на весь день, да? И это я продержался. Вот я вот поел там, не знаю, сало с бутербродами. И вот продержался весь день, вот так говорили советские люди. Это заблуждение, друзья мои. Не надо продержаться, надо жить эту жизнь полной. Как говорится, энергетически насыщенные всякими разными интересными событиями. А для этого у вас энергия должна быть. Поэтому не надо продержаться, надо жить ее по-настоящему. Жажда жизни, да? Вот. Несмотря на то, что я вот говорю, я еще сегодня не завтракал, я вам уже полтора часа рассказываю про все эти интересные вещи. Вопрос, откуда у меня энергия? У меня энергия от здорового тела, которое здоровое, потому что я веду определенный образ жизни. Дальше. После белков есть дальше сложные углеводы, да? Вот. Крахмалы, некоторые белки бобовые, целые крупы, картофель. Это тоже переваривается очень долго. Поэтому, друзья мои, вот это лучше не смешивать. Почему вот кавказцы как бы долголетие? Во-первых, чем старше они становятся, тем меньше они вот эту всю дрянь едят. Во-вторых, все кавказцы, которые живут реально долго, они живут в горах. Это горный воздух, это ионы прежде всего. Вот. И они уж точно не сидят на мясной диете, друзья мои. Как кушают кавказцы? 100 грамм мяса, 100 грамм зелени, друзья мои. Вы когда-нибудь шашлыки так ели на 9 мая? Вот скажите мне, вспомните. 100 грамм мяса, 100 грамм зелени. Килограмм мяса, килограмм зелени. Такой пропорции никогда никто не соблюдает. Вот. А они именно кушают так. Поднос зелени, там и кинза, и всевозможная другая зелень. Лук, укроп, там всего чего только нет. И вот это все поедается. Это производит нейтрализацию мяса. Понимаете? Это правильно. Если уже кушать мясо, тогда уже кушать полностью нейтрализацию зеленью делать. Зелень помогает перевариваться мясу и нейтрализуется вам. Так, Рита у нас решила включить микрофончик и камеру. Приветствую вас, Рита. Следите за вашими микрофонами. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Грибы, макароны, консервированные изделия, жирные продукты и так далее перерабатываются даже по 5-6 часов. Потому что это большей части как бы мертвая пища. А мертвую пищу наш организм еще хуже перерабатывает. Потому что он должен ресурсы забрать у организма и мертвую пищу переработать. Поэтому, друзья мои, когда вы скушаете яблоко или же там что-нибудь такое, ну, животное, растительное пищу, вы спокойно пойдете дальше заниматься своими делами. Ну, а если вы скушали 2-3 палки шашлычка хорошего, вам что? Хочется спать. Потому что вся энергия с тела забирается на переваривание пищи. Именно поэтому даже народ придумал. После вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается, чтобы поспать. Почему? Потому что лев, когда сожрет больную антилопу в саванне, он тоже неделю спит. Ему вот знают все, даже там копытные, что если лев сытый, мимо него можно ходить, мимо в метре от него. Он даже глазом не поведет на тебя и будет как бы вот так вот лежать и пить, ходить к реке, напился, пошел, поспал, пошел, напился к реке, пошел, поспал. Хищник переваривает всю эту дрянь, понимаете, да? Пока он не переварит, пока он немножко не поголодает, он потом становится голодным, злой, и потом он начинает опять следующую искать жертву. Поэтому, когда вы что-то съели подобное, вам хочется поспать. Почему? Потому что ваш организм забирает ресурсы вашего тела на переваривание этой пищи. Потому что она для вас чужда. Она не относится к вашему видовому питанию. Это не характерно вашему виду. Это может характерно виду другого отряда, либо существа, но не вашему. Если после пищи хочется поспать, значит это тяжелая пища. После вашего настурального видового питания не хочется спать. Хочется идти дальше делать великие дела. Идем дальше. Теперь правила, которые я хочу вам немножко как бы рассказать. Первое правило, не сочетать углеводы и белок. Это первая глобальная ошибка и заблуждение. Крупы нельзя сочетать с мясом, рыбой, яйцами. Фрукты нельзя сочетать с орехами. Мед нельзя сочетать с орехами. Творог с медом, фруктами тоже нельзя сочетать. Вы гробите свое здоровье. То есть, чтобы белок усвоить, наш желудок должен выделить определенные ферменты. Определенные ферменты. Это и химический состав другой, и концентрация другая. Совершенно время переваривания тоже разное. И чтобы переварить мед с фруктами, совершенно другой химический состав надо выделить в желудку. Совершенно другое время переваривания. И совершенно другой смысл несет. Быстрые углеводы – это быстрая энергия телу. Белки – это, по большей части, строительный материал. Его медленно надо переваривать и с чувством, с толком, с расстановкой. Поэтому сочетаемость очень важна. Нельзя сочетать, повторю еще раз, углеводы и белок. Крупы нельзя сочетать с мясом, рыбой, яйцами. Если вы пожарили яйца с зеленью, с салатом скушайте, пожалуйста, и все. Рыбу пожарили, там, не знаю, сварили, там, кушайте с салатом, с зеленью, без проблем. Мясо тоже, максимально зеленью, максимальное количество зелени нейтрализует тот вред, который приносит это мясо. Фрукты нельзя сочетать с орехами. Это опять орехи, это белковый, очень полезный, в принципе, продукт. Но сочетаемость – это очень вредная. Поэтому не жалуйтесь, там, ай-яй-яй, я что-то поела не то, у меня вздутие живота. А почему вздутие живота? Потому что какие-то продукты не доварились, а какие-то уже переварились. То есть у вас не идет процесс диссонанса в кишечнике, понимаете? И поэтому идет избыточное выделение газов в том числе. Продукты, фрукты кушаем отдельно, а орехи кушаем отдельно. Мед кушаем отдельно с чаем, спокойно сели меда с чаем. Орехи кушаем тоже отдельно. Творожок с медом, помните, сырнички, полить вареницем. Вкуснятина, друзья. О, милое дело, у меня даже слюнки по старой памяти потекли. Но, друзья мои, это вредно для вашего организма пищу, потому что сырник – это белок, а варенье, соответственно, быстрые углеводы и так далее. Вот этот сырник будет гнить и в вашем кишечнике. Поэтому, если вы этого не хотите, пожалуйста, сырнички мы кушаем отдельно. Можете там с сметанкой лучше сырник полейте, она хоть кисленькая, хоть что-то как-то поможет вам. А фрукты, варенье мы кушаем, не знаю, там с чаем отдельно тоже от основного. Но мы, когда с супругой садимся пить чай, мы пьем его отдельно вообще от пищи. И это тоже важный момент. Если вы после первого, второго, третьего и компот приводят к моргу. Я вот по локаду такое сделал. Первое, второе, третьего и компот равно морг в очень быстром варианте. Поэтому это как раз то, чему учили по незнанию своему. Вот, первое, это как обычно суп, суп поели, все, хватит, стоп, стоп, не надо дальше. Никогда, никогда ни одно животное на планете Земля не кушает все, все разом. Такого нет, никогда не смешивает. Обезьяна залезла, съела банан, все, она поела банан, наелся, все. Она, по сути, у нее монопитание такое, или как бы раздельное питание. Потом она побегала, нашла кокос, съела кокос. Потом она что-то побегала, зелень какую-то съела. Так же и коровы и так далее. То есть на данный момент такое раздельное питание. Это очень важный момент. Дальше. Еще одно правило. Не сочетать два вида белка. Вот это важный момент. Не сочетаем два вида белка. Бобовые с молочными продуктами сочетать нельзя. Ждите проблемы тоже с кишечником. Либо запор, либо вздутие, либо еще что-то. Рыбу с мясом сочетать нельзя, потому что у рыбы свой химический состав. У мяса совершенно другой состав. Рыба намного легче переваривается, чем переваривается красное мясо. Особенно красное мясо. Это самое сложное для переваривания мясо. Орехи с морепродуктами нельзя сочетать. Сейчас вот такая культура красивого подачи блюд есть. И там всего-всего навалено. Там кажется богато, красиво. Слюнки текут. Но это приводит к вас, будет приводить вас к заболеваниям. Поэтому орехи кушаем отдельно, морепродукты мы кушаем максимально зеленью отдельно. Белок – это сложно усваиваемый продукт для организма человека. Особенно после 25 лет, тогда, когда рост человека уже прекращается, и все, что надо, это просто поддерживать. Поддерживать, друзья мои, жизнедеятельность. Роста нет. За счет роста можно до 25 лет выруливать как-то. Потому что за счет роста где-то вот эту всякую гниль перерабатывает все-таки наш организм и как-то трансформирует криво-косо. Но за счет роста очень многие неправильные процессы, они выруливаются. Но после этого идет накопительный процесс зашлаковывания организма. И как раз после 25 к 40 появляются все заболевания, друзья мои. Что и требовалось, как говорится, доказать. Белок – это сложно усваиваемый продукт для организма. Чем старше человек становится, чем хотите дольше прожить, тем меньше кушайте белка. Белок хорошо гниет. Это гнилостные процессы, которые запускаются в организм. Чем меньше белка, тем дольше проживете. Белок – это сложно усваиваемый продукт для организма человека. Когда мы его смешиваем, особенно несколько видов белков. Если у вас есть один вид белок животного происхождения, а другой вид белка растительного происхождения, то ничего хорошего у вас не будет. То мы ставим перед своим желудочно-кишечным трактом еще более трудную задачу. Поэтому и так жизнь-то непростая штука. Вы еще большую трудную задачу ставите перед вашим телом. Таким образом мы быстрее изнашиваем свое тело. Чаще болеем и быстрее стареем. Поэтому если вы хотите как-то по-другому, пожалуйста, можете взять эти лайфхаки на себе на вооружении. Правило третье. Продукты, фрукты, вернее, после еды употреблять категорически запрещено. Фрукты мы употребляем перед едой за полчаса до еды, друзья мои. Они очень быстро перевариваются. У них есть чудесные вещества под названием энзимы. Энзимы, энзимы это вещества, которые помогают переваривать конкретный фрукт. У яблока есть энзимы для яблока, у груши есть энзимы для груши и так далее и тому подобное. То есть природа так устроила все, что если мы кушаем плод, то в этом плоду есть все вещества, которые нам помогают переваривать этот же плод. Поэтому, когда вы скушали яблоко, вы спать не хотите. Вы скушали яблоки и пошли делать что-то делать. У вас нету сонного состояния такого, ой, прилечь поспать, мне что-то силы, сейчас я переварю, наелся. Такого нет, даже если вы 10 яблок съедите, у вас такого не будет. У вас сразу выделится большое количество энергии и, как говорится, вы продолжите свою яркую и красочную жизнь. Таким образом, говорю, если мы ставим перед своим ЖКТ сложные задачи, мы быстрее изнашиваем свой организм. Он работает в режиме, во-первых, нон-стопа, с колес, это можно назвать по-другому в бизнесе. Мы работаем с колес, говорится, сразу без склада. И он работает в режиме аврала постоянного. То есть у него постоянный аврал. Вы ему сами это делаете неосознанно своими действиями. Потому что привыкли так, потому что все так делают и так далее и тому подобное. Но если вы хотите прожить жизнь так же, как все проживают, то делайте то, что делают все. Если вы хотите как-то другую жизнь прожить немножко, то немножко станьте экспериментатором в своей жизни и изучайте те вещи, которые вас не научили в детстве. Правило третье, повторю еще раз, фрукты после еды употреблять запрещено. Фрукты употребляем после 2-3 часов после приема пищи. Присмешивание с другими продуктами фрукты вызывает брожение и газообразование. Поскольку перевариваются значительно быстрее, фрукты употребляют лучше всего перед основным приемом пищи. Надеюсь, вы это записали и запомнили. Правило номер четвертое. Не пьем после еды воду, чай, компот и тем более со сладким. И если эту дурную привычку, привитую нам с детства, вы будете делать, то заболевания разного плана не заставят ждать. Ведь так же хочется после еды попить чаек, ведь мы же к этому привыкли. Но когда, друзья, я был в Китае, когда, друзья мои, очень полезно путешествовать, кстати, по миру. Хорошо прочтает мозг и человек начинает понимать, более широко представлять. Когда я был в Китае, в той стране, где чай черный, зеленый – это культ, да? Такого у них нет, друзья мои. Когда в очередной раз в китайском ресторане мы заказали себе по меню то, что мы хотим, первое, что нам принесли – это чай. Друзья мои, первое – чай принесли, да? Чтобы мы перед едой попили чай. И только после полчаса готовили нам пищу и потом принесли второе блюдо. Представляете, да? То есть мы попили чай, чай очень быстро провалился, взбодрил немножко иммунную ЖКТ, и все, мы готовы к употреблению пищи. Вопрос, почему эта традиция чаепития к нам дошла в искореженном, в извращенном сочетании? Через употребление сладкого чая после еды и сладкого еще сверху. Мало того, что вы мясо съели, вам надо 4 часа переваривать, так вы еще чаем запили, разбавили вашу соляную кислоту и еще сладким сверху закинули. Шикарно, просто шикарно. Вот если вы так кушаете, то, извиняюсь, друзья мои, опять не примите, как бы я со всей любовью вам это все говорю. Если я говорю иногда рисковато, грубовато, то это потому, что я просто хочу вас разбудить немножко. Если вы так будете продолжать, то есть пить после еды чай со сладеньким, то долго вы не проживете. Это просто правда. Это правда. И, соответственно, энергии у вас не будет, потому что ваше тело будет выполнять большое количество сложных, неправильных задач, и энергии у вас не будет. Просто не будет энергии, не будет желания жить, вот и все. А когда нет желания жизни, у человека включается процесс самоуничтожения, потому что зачем же так мучиться? Жить и мучиться. Ведь хорошо, когда я был молодой, хорошо, когда была энергия, все хорошо. Вы ехали на своем теле неосознанно, а потом, когда понадобилась осознанность, вы не смогли с этим справиться. Поэтому, друзья мои, не просто так наши предки говорили. Век живи, век учись. Умирать собираешься, а поле засеивай. Это говорит о том, что даже если сегодня вечером мы собираемся уходить из жизни, утром мы должны продолжать учиться. Вот это базовая формула молодости. Дарю вам еще один секрет. Вечный ученик – это человек, который проживет долгую счастливую жизнь. Поэтому учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Только с возрастом учитесь более качественной жизни, более мудрой, более простой, более легкой, более приближенной к матушке природе. Вот у нее надо учиться всему. Мы отдалились, закрыли себя в бетон, замуровали за железными дверями и хотим, чтобы у нас здоровье было. Ну, это маловероятно, поэтому надо заниматься и хотя бы через питание начинать понимать, что мы делаем. Дальше. Прием пищи. Прием пищи в данном случае я говорил про правило номер 4. Это базовое правило, которое я сам выработал для себя в своей жизни. То есть мы не пьем чай, компот, воду после еды, максимум мы можем выпить перед едой за 20-30 минут. Так же, как я вам рассказывал, как нам, ну, чай в китайском ресторане, в Китае причем, да. У них нет традиции, то есть чай пить после еды, вообще нету. Просто отсутствует такая традиция. Это как система извратила это все и нам преподала. Вот, чай мы пьем либо до еды, за пол, или воду желательно, да, тоже пить за полчаса до приема пищи. Либо отдельно от него после приема пищи через часа 2-3. Дальше. Следующее. Важный момент. Это тайм-менеджмент, друзья мои. Буквально я сейчас еще чуть-чуть немножко расскажу. Я думаю, для первой части по здоровью будет абсолютно достаточно. Во второй части я могу провести еще одну, как бы, нашу встречу. Если вам будет интересно, потом, пожалуйста, напишите в комментарии. Я буду видеть, что вам реально это интересно. Если не интересно, я больше повторять эти эфиры не буду, как бы, понимая, что, ну, нас интересуют только деньги, и деньгами, значит, будем заниматься. А все остальные сферы, как бы, мы оставим на, как говорится, самообразование. Вот. Поэтому мне важны ваши отзывы в данном чате. Напишите после трансляции ваши отзывы. Интересна ли вам та информация, которую я вам озвучиваю. Вот. И от этого будет зависеть, будет ли вторая часть по здоровью, третья часть, четвертая и так далее. Дальше. Тайм-менеджмент, друзья мои. Тайм-менеджмент – это очень интересно. Завтрак, в идеале, конечно, с 7 до 10 утра. Организм в это время шикарно просыпается. В идеале надо жить по солнцу, друзья мои, стараться жить по солнцу, да. Сейчас очень бурное, кажется, развитие нашего сообщества. И даже и мне самому иногда не успеваю жить по солнцу, да. Но при малейшей возможности я постараюсь обязательно вернуться в солнечный график, как говорится, жизни. И это тот график жизни, который, как говорится, гармоничен с матушкой природой. А все, что мы будем делать гармонично с матушкой природой, это продлить нам все. Жизнь, ясность ума, здравую память и так далее. Поэтому тайм-менеджмент по питанию. С 7 до 10 утра организм только просыпается. В это время желудок и кишечник максимально чувствительны. Поэтому стараемся аккуратно, с любовью разбудить, разбудить ото сна свой желудочно-кишечный тракт. Кушаем фрукты целиком, смузи, фруктовые салаты. Если мы кушаем там кашки какие-то, крупы, то желательно с нерафинированными растительными маслами. Больше в них лучше полезного, да. Лучше в них больше ничего не добавлять. Ничего такого сладенького. Я, конечно, понимаю, что все привыкли, вкусовые качества. Есть такое понятие, как вкусовые привычки. Это вообще очень страшная штука. Поэтому очень часто то, что полезно, то невкусно. Поэтому, обладая знаниями сочетаемости, вы можете делать из этого вкусно, и все это будет у вас полезно. Поэтому утром с 7 до 10 мы будем свой организм плавно. Я люблю, встал, сначала выпил стакан либо иммуномодулирующего чая. В следующем части я вам расскажу, поделюсь своими рецептами. Если вам это интересно, напишите свой отзыв в этом чате. Я поделюсь рецептами, какие иммуномодулирующие чаи я пью. И в данный момент это очень дешевые, недорогие вещи. Потом в следующем части я поделюсь, какие я еще использую лайфхаки для того, чтобы тело великолепно себя чувствовало. Был полно энергии, жизни и процветало, можно сказать. Дальше обед. Обед у нас с 12 до 14 часов. Здесь, друзья мои, есть такое понятие, как огонь пищеварения. Огонь пищеварения максимально эффективен. То есть, когда солнце в зените находится, в зените, то у нашего биологического тела, оно родилось на планете Земля в Солнечной системе, максимальный огонь пищеварения. В этот момент оно может переварить даже самую тяжелую пищу. Обед – это самый плотный прием пищи. А нас учили чему? Что? Утром двойную порцию. В обед там сам съем, а ужин отдам врагу. Это не совсем правильно. Именно обед надо двойную порцию. Это именно в обед. Обед – самый плотный прием пищи. Крупы, бобовые, овощи, зелень, рыба, морепродукты, нежирное мясо, молочные продукты. Желательно кисло-молочные продукты. Сначала молочные продукты замените на кисло-молочные продукты, потом уже постепенно от них уже отказывайтесь, если захотите, если тему изучите. Яйца, орехи, семена. Стараемся, чтобы в обеде было не более пяти ингредиентов в целом. То есть вообще правило не более трех-пяти ингредиентов в вашем блюде – это золотое правило долгой жизни. Например, там полба с рыбой на пару или салат из помидоров. И несмотря на то, что я вам говорил, что такой сочетаемости нельзя делать, но если вы к этому привыкли, пока временно делайте. Потом начинайте разделять. Рыбу отдельно съели с зеленью, полбу отдельно съели с маслом, либо сливочным, либо нерафинированным. Помидоры, салатик тоже сделали отдельно. Поэтому на сегодня, я думаю, будет достаточно. И так практически мы с вами два часа поговорили. Если интересно, я тему эту продолжу. У меня еще есть много лайфхаков, всяких тем интересных, по которым я могу с вами поделиться. Если интересно, пишите. Я комментарии прочитаю. Если неинтересно, соответственно, тоже пишите «неинтересно». И тогда я буду принимать решение, продолжить ли вам давать эту информацию. Либо, как говорится, каждый сам пускай ее изучает и учится на своих, говорится, шишках, ошибках и своем личном опыте. Поэтому, друзья мои, благодарю за то, что вы реально крутые. 133 человека сейчас слушали мою херню всякую, которую я иногда говорил в этом эфире. Благодарю вас сердечно. И я очень рад, что я нахожусь в сообществе реально осмысленных, мудрых людей. Именно тех людей, которым не просто интересны деньги, а нечто большее, которое мы приобретаем с помощью объединения в нашем сообществе. Всем хорошего плодотворного дня. Сегодня у нас акция. Обязательно используем стартовый поток. Запускаем максимальное количество потоков. И приобретаем, как говорится, навыки, богатство в нашем фонде. И используем все акции. Это залог успеха в нашем сообществе. Всем хорошего плодопродуктивного дня. Запись попозже выложу в Академии гармоничного человека. Всем счастливо и до новых встреч. Продолжение следует...